Доброго времени суток, мои дорогие слушатели, зрители, подписчики и гости моего канала. Приветствую вас на своем канале. С вами рубрика «Срочная новость для вас» и я, Светлана. В этой рубрике мы рассматриваем новость, которую вы должны знать по мнению высших сил. Посмотрим срочную новость в финансах и посмотрим срочную новость в любви. Что хотят вам сказать высшие силы. Подумайте о себе, подумайте о своем финансовом положении и мы посмотрим, что вас ждет в финансах. Срочная новость для вас. Это уже не шортс, но еще и неполноценное видео. Просто вот так вот ответ на вопрос. Итак, представьте себя, представьте свое финансовое положение, финансовую атмосферу вокруг вас, рабочую атмосферу вокруг вас. Давайте смотреть. Срочная новость в финансах. Срочная новость в финансах. Вы переживаете. Какие-то мысли не дают вам покоя. Возможно, эти мысли надуманы. А возможно, действительно, как бы, знаете, вот много, в последнее время много проблем. Много проблем с работой. Много проблем с деньгами. Надо затянуть, в общем-то, пояс и просто переждать. Эта мысль не дает вам покоя, крутится у вас в голове. А вдруг это навсегда, да. Вы находитесь вот по четверке кубков в таком состоянии эмоционально очень достаточно непростом, да. Возможно, пытаетесь посмотреть на свои ошибки со стороны. Скорее всего, финансов у вас сейчас немного, да. И у вас есть проблемы с финансами. Или просто все надоело, на работу ходите, знаете, наскучило, на работу ходите с трудом, да. Работа просто, в общем-то, уже в печенках сидит. Вот, ну, не знаете, что вам делать. Возможно, хотите работу поменять. Возможно, хотите работу поменять, потому что на работе не совсем здоровая, скажем так, атмосфера у вас. Возможно, на работе вам приходится обороняться от кого-то, или вас не принял коллектив. Знаете, вот, ну, нет именно тех людей, которым вы можете доверять. Поэтому, в общем-то, возможно, вы хотите поменять это место работы, но не знаете, что вам делать, уходить или оставаться. Хватит ли у вас на новую работу, в общем-то, сил. Те, у кого именно эта ситуация, да, в общем-то, карты говорят, что если вы сделаете какой-то решительный шаг, то все пойдет, в общем-то, как по маслу, да. То есть вам нужно сделать этот шаг. Действительно, если у вас есть на примете новая работа, то, в общем-то, действительно, это принесет вам успех. Кто-то, кто думает открывать новое дело, то есть это дело тоже может быть успешным. По карте колесница вижу цель, не вижу препятствий. И если вы будете делать, если вы будете стараться, для того, чтобы что-то произошло, нужно делать хоть какие-то шаги. И то есть, если вы поменяете работу, то это действительно будет работа вам по душе, именно ваше призвание. Давайте теперь посмотрим, что же у вас в любви, да. Представьте свое личное, представьте атмосферу вокруг вас и будем начинать. Есть у вас какой-то маг в вашей жизни, который король жезлов. То есть мужчина, который, в общем-то, главный в ваших отношениях, который держит ваши отношения в напряжении, возможно, потому что маг-манипулятор, когда хочу, тогда приду, когда хочу, тогда уйду. Мужчина яркий, сексуальный, уверенный в себе, очень вспыльчивый, поэтому вы все время с ним ругаетесь, да, с этим человеком. Потом, конечно, вам не очень хорошо, да, возможно, болит голова, возможно, просто на вас вот эти вот все страсти очень нехорошо действуют. Хотите паузы после таких скандалов? Потому что этот мужчина делает вам больно, пытается ваши отношения по своему сценарию, в общем-то, развивать, злиться на вас. Ну, вы привыкли к этому человеку, и что же вас ждет, да? Возможно, вас ждет с ним какая-то поездка, возможно, даже за границу. По тройке свечей, да, это, в общем-то, возможно, отдых у моря. И, возможно, после очередного у вас скандала, да, он таким, в общем-то, образом попросит прощения у вас. Ну, у кого-то это поездка к морю, у кого-то поездка на дачу, у кого-то поездка просто, возможно, на экскурсию куда-то в красивое место. Ну, после скандала мужчина попытается, да, таким образом загладить свою вину. Какая еще новость в любви? Ну, тут уже карты говорят о том, что вы нужны этому мужчине, он нужен вам, но слишком у вас такие бурные отношения, которые, в общем-то, вы тяжело переносите. Ну, вот, наверное, это все новости, которые карты высшие и высшие силы хотели бы вам сказать, да, что вам нужно знать в финансах и что вам нужно знать в любви. Еще также по карте силы эта карта говорит, что мужчина, несмотря на свой вспыльчивый, в общем-то, нрав, да, очень к вам привязан, и вы именно та женщина, которая его покорила. Еще эта карта может говорить, что вы правильно себя с этим мужчиной ведете, вы нашли ключик к его сердцу, да, именно лаской, именно по шерсти, вы добиваетесь от него многого. И мужчина, возможно, даже в некоторой степени от вас психологически зависит. Таких женщин, как вы, у него никогда не было, да, и даже если, в общем-то, у вас ничего не выйдет, потому что эти отношения по вот этим картам приносят вам много негативных эмоций. Возможно, вы слишком близко к сердцу принимаете все вот эти скандалы, да, его недовольство. Слишком близко к сердцу принимаете все его слова, и потом очень долго отходите от этих вот, именно его всплесков эмоциональных. А он холерик, он высказался и забыл. А вы вот именно перевариваете все это очень долго. Поэтому эти отношения, хоть, возможно, вы и любите этого человека, да, но эти отношения приносят вам не только позитивные, к сожалению, эмоции, а еще и много негативных. Но маг, он манипулятор, и это понятно. Он умеет обращаться с людьми, он знает, за какие ниточки потянуть, да, когда извиниться, когда настоять на своем, на то он и маг. Но этот мужчина привязан к вам в любом случае, и, в общем-то, действительно его к вам очень и очень тянет. Ну, теперь, наверное, точно все. Спасибо всем, кто посмотрел меня до конца, да. Спасибо вам за лайки, за комментарии. Если нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Я постараюсь все-таки, чтобы эта рубрика выходила более регулярно. Всего вам доброго. Пока-пока.